хорошо теперь что такое теперь если мы придем к определению науки джархватадиль то есть что такое джар что такое то деле что эта наука представляешь какое у него определение джархват один ее можно перевести то есть джарх это дискредитация от отделе это рекомендация то есть дискредитация передатчиков хадисов либо вообще носители знаний и или же рекомендация передатчиков хадисов и носители знания об этом то есть ученые говорят то что это ильмун я таляку би баяни мароти беруат хайсу тадриву хум вата уфигу бита абира фанниятин мута арифин алиха инда улема ариф говорит это такая наука которая изучает степеня передатчиков степени передатчиков степени передатчиков относительно их достоверности и нет и слабости достоверности и слабости то есть все передачки ни одного уровня есть несколько уровня есть наивысшие уру то есть есть передатчики которые находятся в наивысшем уровне своей достоверности то есть они и своей религии были самые имамы то есть то есть добросовестные, и были справедливые, и правдивые, и также они обладали феноменальной памятью, и были люди, которые были на уровне меньше этого, пока не доходило до слабых передатчиков, пока не доходило до лжецов, то есть это самое, как бы, ниже плинтуса, то есть лжецы от них не принимались хадисы. То есть это наука, которая изучает именно степени передатчиков относительно их слабости в передаче и относительно их достоверности в передаче, и они, когда изучают этих передатчиков в науке Джархватадиль, у них есть своя терминология, посредством которых они выражают эти степени, то есть это определение науки Джархватадиль, то есть это наука, изучающая степени передатчиков относительно их достоверности и слабости, и которая произносится определенными терминами для того, чтобы определить эту степень, для того, чтобы определить эту степень.